Приветствую вас дорогие друзья! Начали в последнее время появляться у меня на канале ребята, которые советуют разнообразить мой контент. Видимо устали некоторые из моих дорогих подписчиков и зрителей от 50-х, 100-х, 150-х и 200-х, шучу, 200-х конечно еще не было, серий судьбы Средиземья Европы Универсалис. И я решил открыть новый формат, но как мы знаем все новое это давно забытое старое и на канале Safari я уже такой трюк проводил. Что мы будем делать в рамках этого формата? Мы будем в каждой серии искать новый мод на Мэддивил 2 Total War. Я буду показывать где его скачать, как его установить и как запустить. Ну а потом в следующих сериях по этому моду, может быть даже буду частично показывать прохождение, может быть просто смотры, то есть какую-то информацию об этих модах я предоставлять вам буду. И начнем мы с модификации, в которую я уже однажды играл, пытался показать на стриме как она выглядит. Это The Elder Scrolls Total War. Недавно вышла эта модификация, ну как недавно, в 2015 году по-моему и естественно она заслуживает внимания, чтобы мы ее рассмотрели и установили. Но прежде хочу сказать о том, что же вам понадобится для того, чтобы устанавливать эти модификации. Наверное я буду божественным кэпом, если скажу, что вам понадобится сама игра, на которую этот мод устанавливается. Это Мэддивил 2 Total War Kingdoms. Друзья, не просите у меня ссылку на эту игру, доставайте ее сами. Была раньше у меня ссылка, но так как торренты мили дырявой метлой, часть из ссылок потерялась, часть из ссылок осталась. Но вот как раз ссылки на эту игру я больше не нашел. У кого лицензия, от того поздравляю. Хорошо, что вы поддерживаете продукты Creative Assembly. Ну а ссылки на мод, естественно, и всю необходимую информацию я оставлю в описании под видео. Итак, начнем с самого простого. Если у вас браузер Chrome, то выполняйте действия за мной. Если у вас какой-то другой браузер, то все то же самое, только немножко по-другому. Нам нужна поисковая строка. Пишем The Elder Scrolls Total War. И есть несколько мест, из которых мы можем скачать эту модификацию. Но самое, естественно, родное и доступное это сообщество Imperial. Кликаем по второй ссылке. Естественно, все ссылки будут доступны в описании уже на само скачивание. Так что вам, может быть, даже этого делать не придется. Вот видите, версия модификации 1 и 2. Немножко описание об этой модификации можете почитать на сайте Imperial. Видео, скриншоты, фракции, карта, видео, так сказать, предварительная информация никогда не помешает окончательно решить для себя, стоит ли устанавливать этот мод. То есть, есть ли у вас желание попробовать в него сыграть. Само собой, сразу предупрежу, что в этой модификации еще возможны вылеты. Еще есть куча недоработок, которые разработчики, естественно, будут исправлять. Но говорить об этих вещах не имеет смысла, так как последний человек, который посмотрит это видео, наверняка уже будет иметь дело с версией куда выше и куда более исправленной, чем та, о которой я сейчас говорю. Но суть от этого не меняется. Попробовать модификацию, тем не менее, мы можем и поиграть в нее будет довольно интересно. Что нам нужно? Нам нужно скачать The Elder Scrolls Total War версии 1.0. Переходим по внешней ссылке, это у нас Яндекс. Все, что нужно, это нажать кнопочку скачать. И, видите, я уже себе предварительно скачал, но показываю вам, что... Да, нажимаем сохранить, и закачка пошла. Параллельно можете попытаться скачать и патч, который пропатчет версию с 1.0 до версии 1.2 с Яндекс.Диска оттуда же. У кого не качает с Яндекс.Диска, по-моему, здесь предусмотрена возможность... Ага, торрент ссылка, а это куда нас переводит? На альтернативный Mediafire. Здесь нам достаточно нажать Download, и произойдет то же самое скачивание. Ладно, в общем-то я могу отменять у себя эти дела. Единственное, на что обращу ваше внимание, чтобы у вас потом не болела голова, вот вы сейчас скачиваете, всегда смотрите по умолчанию, куда скачивает ваш браузер эти файлы, как оно у вас настроено. И перед тем, как скачивать моды, всегда вы можете через настройки выставить... Выставить, выставить, выставить... В дополнительных настройках это, по-моему... Скаченные файлы, расположение скачиваемых файлов. Вот эта вот штучка можно изменить, не на диск C, я, к примеру, хочу себе ее изменить, на диск D скачивать. Вот и все. И будет вам счастье. Так, у себя я все это дело скачал на диск E. 1.2 и 1.0. Да, у меня они есть, но я сейчас отменю загрузки. Это скачано, это уже скачивается. Ну, сам патч весит 3,5 гигабайта, качается в районе 30 минут гарантированно, во всяком случае у меня. А этот 150 мегабайт, то есть патч 1.2. Сам мод весит 3,5 гигабайта, а патч к нему, патчащий от версии 1.0 до версии 1.2, весит 150 мегабайт. Отмена, все. Спасибо, не надо. Вот это вот можем удалять. Вот это вот у нас копия. Устанавливается, кстати, эта модификация крайне просто. Все, что вам нужно, это выбрать, видите, у меня пока что разброд и шатание. Это в связи с моими экспериментами с ноутбуком. Кто в курсе, у меня были проблемы, и они остаются до сих пор, но часть из них я все-таки успешно решил. Находим, к примеру, мы дэвил 2 Total War Kingdoms. Открываем его, то есть у вас он может быть установлен на диске C, может быть установлен в папке Steam, может быть установлен, ну, где угодно. У меня просто качует версия, мы дэвила с компьютера на компьютер, он у меня на внешнем жестком диске, я просто его переписываю. Не устанавливаю, а переписываю. Открываем папку Mods в нем, и сюда просто распаковываем The Elder Scrolls. Вот такая вот папочка, вот сюда мы распаковываем. Кто это делает через мой компьютер, то это попытаюсь это сделать. Сейчас показать вам компьютер. Там на диске я находите модификацию. Вот она тут в RAR, ее, наверное, как-то здесь можно распаковать, просто в Total Commander это делать куда удобнее. Перед этим, наверное, распаковываете, а потом переносите уже, выбираете место расположения вашего файла игры. Игры, не файла, а папки игры, MadEvil Total War Kingdoms, и там папку Mods, и сюда просто переносите. У меня это выглядит вот так вот. Я беру и распаковать файлы, нажимаю все, и пошла распаковка. Сейчас посмотрим, как он распакуется. Для того, чтобы работать с RAR-архивами, вам понадобится WinRAR, то есть дополнительная программа на Windows. Если вы работаете не через Total Commander, в котором это все встроено, все это автоматизировано, а через мой компьютер будете все это дело перемещать. Заодно посмотрим, сколько он весит окончательно. Это архив весит 3,5. Посмотрим, сколько весит распаковавшаяся модификация. Ну и не буду забегать наперед, говорить, что вам еще нужно для этого дела будет. Но видите, что очень удобно, что уже, если у вас установлен MadEvil 2 Total War Kingdoms, то вам просто распаковать в папку mods достаточно, а потом ярлык отправить на рабочий стол, запустить и скорее всего все будет работать. Естественно, есть кое-какие нюансы и будут у вас проблемы, у некоторых из вас. Потому что проблемы могут возникать при работе модификации самой игры из-за настроек Windows, из-за того, где у вас эта игра установлена и какое у вас разрешение. К примеру, действуете ли вы, имея права администратора, или у вас несколько аккаунтов на компьютере, особенно это касается тех молодых людей, за которыми зорко следят их родители, и они с дополнительных аккаунтов производят все свои действия, соответственно, запуская игру не с правами администратора, могут быть с этим определенные проблемы. Еще что очень важно, очень важно, чтобы путь вашей игры, то есть путь до папки модификации не содержал кириллицы, чтобы там было только латиницей, никаких особо лишних символов. Если у вас есть возможность, переименуйте папки. Часто такая проблема бывает, когда вы устанавливаете Windows и называете свой компьютер русскими какими-то буквами, или своего юзера русскими буквами, и из-за этого у вас в папке получается пути к папкам, куда вы можете устанавливать игры, получаются русские символы, или называете, к примеру, на диске D, я мог бы назвать не Games, а игры, и из-за этого тоже могли бы возникнуть проблемы. Так, у нас уже идет на 4 гигабайта. Размер модификации. Ничего себе, они там наворотили. Насколько мне помнится со стрима, это у нас карта всего Тамриэля, и выбор фракций достаточно большой. Хотя, в общем-то, пока идет установка, я могу посмотреть немножко. Фракции. Что у нас тут есть? Империя Тамриэль, Королевство Скайрим, Королевство Даггерфолл, Вейрест, Клан Венциносцев, Клан Старейшин, Арсиниум, Храм Трибунала. Ой-ой-ой. Вы видите весь список. Давайте посмотрим карту. Да, у нас, по сути, весь Тамриэль, Острова Саммерсет. Можно выбирать, за кого играть. Скриншоты со спойлерами. Вот так вот выглядят юниты. Ну, мы подробнее рассмотрим сам геймплей, уже когда я буду записывать первый взгляд на... Хочется сказать Skyrim Total War, но это совсем другой мод. На The Elder Scrolls Total War. Там собирают выпустить и Skyrim. Так, ну, картинки я, наверное, сейчас прикрою. Скрыть. Есть, конечно, тут руководство по установке, оно очень простое. Скачать архив, разархивировать папку The Elder Scrolls, скинуть по пути Медвил 2 Kingdoms Mods, запустить игру через The Elder Scrolls Bat. Это все я вам покажу. Устанавливается, я вам хочу сказать, не быстро. Что-то я думал, я сейчас скачаю, оно мне моментально установится. Нет, уже 13 минут записи. У меня даже есть такое желание нажать паузу, но нет, видите, все, установка завершилась. Магическое нажатие паузы сработало без самой паузы. Итак, что же нам нужно, чтобы пропатчить теперь эту версию от 1.0 до 1.2? Провести то же самое действие. Сейчас я смотрю, что у нас в архиве. Такая же папка, то есть мы можем просто распаковать, окей, и заменить все. Заменить все, я сказал. В патче они попытались исправить кое-какие критические вылеты и добавили в игру лаунчер, в котором есть определенные настройки. Ну и проверить мы это можем, в общем-то, видите, даже тут есть тест Total War Launcher. Теперь все, что вам нужно, это запустить лаунчер, произвести эти настройки, а затем стартует и сама игра. Либо можете по старинке The Elder Scrolls Bat, вот это вот дело, можно, кстати, отправить на рабочий стол, создать ярлык. Если вы все сделали по текущей инструкции, хотя, в общем-то, этой и инструкции назвать-то нельзя, просто скачал и просто разархивировал в указанное место. Ссылки, повторюсь, будут в описании под видео на скачивание этой модификации. Ну и в следующий раз вас ждет уже непосредственно обзор этого мода. Сейчас посмотрю, ярлыки у меня появились. Да, ярлыки появились, теперь осталось запускать и наслаждаться модификацией. Но это я уже сделаю потом, когда буду записывать видео первого взгляда на этот мод, так как Bandicam сейчас все равно ничего вам толкового не покажет. Единственное, что я могу сказать, что при первой установке в прошлые разы у меня мод работал, поэтому я не ожидаю, что будут сейчас с этим какие-либо проблемы. Удачи вам, друзья, с установкой. Если что, пишите ваши проблемы в комментариях под этим видео. Те, кто будут смотреть это видео позже, устанавливать. Может быть, столкнутся с подобными проблемами, найдут их решение, отпишут вам в качестве ответа. Ну и я буду по возможности, конечно же, используя свои ограниченные знания, пытаться вам, если что, помочь. Естественно, я не всесилен и всех проблем решить не могу. Так что не расстраивайтесь, друзья, если что-то у вас вдруг будет не получаться. Следующее видео по следующему моду. Если вам не удалось установить именно этот мод, всегда есть куча других модификаций, которые, скорее всего, у вас на вашем компьютере и с вашей версией игры работать будут. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Ставьте лайк этим. Вы поможете продвижению моего канала. Я думаю, это наши общие интересы. Если вам нравятся мои видео. Удачи вам и до следующих обзоров.